Доброго времени суток, уже я митритель моего канала, с вами снова Влад Тельзан, и сегодня 34 баночка, проверка на то, на что я вообще особо-то и не снимал. Четыре поролонки подряд, черная, красная, зеленая, черная, а все это потому, что был пост, да, не по своей инициативе я сюда пришел, но там парень на одну черную, на тур получается, у меня просто джиг с приманкой, и он вытащил тюрбоху трофейную. Я смотрю, в чате турбо пролетают, конечно, людей на точке много, но вот уже далеко не первая турбо в чате, причем хорошая, поэтому тоже попробую постоять, день, ночь, не знаю, час, два, на сколько меня хватит, и может быть, что-то уже взяло на спуске, может быть, но это точно не то, что нам надо. Да, это, ну это то ли пикши, то ли сайда, сайда. На красный, значит, пока весь красный нам не нужен, наверное, придется, может быть, поменять красный, причем потрепали, сколько скрафтил, все крафтятся такие, убитые жизнью. Стою, жду подлодку, сейчас одел вместо второго черного поролона вот такую вот рыбку, сделал один заброс, ну, зашла бельдюшка. Третья, получается, и самая большая из всех, причем она еще и клюнула уже как-то прям утром, сейчас мне надо будет отъехать, поэтому засечем так пока промежуточно, где моя подлодка за полчаса, что у меня там вышло. Так, ты у нас кто? Мерланг, незачетный, кстати, только две рыбы незачет, вот сейчас Мерланг, и там было было три минуты назад, остальное все более-менее такое предемлемое. три бельдюги, одна зубатка была, три камбл, это одна из них незачетная, к сожалению. Керчаки, даже один хорошенький был, Менек, Мерланги, пикши довольно-таки он хорошо, сайды, ну, сайды примерно так же, как и пикши, и одна треска была. И за 36 минут вышло пока 276 монет, ну, ну, типа такое себе, как бы, на самом-то деле. Отпустим подлодку, и я зайду через, наверное, часик и продолжу ловить. 34-е, ну, стою я сейчас, вот, пришел 22 минуты назад, ну, вот, две бельдюжки было, зубатка из интересного, пару камбл залетело, сейчас пошла опять сайда, как только посветлело, поэтому я думаю проверить банки близлежащие. Просто на вот такую вот снасть в итоге я заменил все-таки красный, пока весь на вот такую вот рыбку. Не знаю, правильно ли это, но вроде на нее нет-нет что-то попадается. Даже на нее одна из бельдюк вроде попалась. Сейчас поплыву, наверное, на 30-ю, потом можно будет проверить безымянную, 41-ю. Вот пока 5 часов есть, тут потусоваться на всех банках и проверять, где лучше клюет на поролон. Вот стоял я полчаса на 30-й, вот это будет как раз последняя рыба для этой банки, треска на десятку. Подлодка плывет, кто-то что-то пишет в личку, но это мой завсегда ты подписчик. Вот, дружище, ты попал в видос, наконец-то. Самый такой активный человек на моем канале. Вот я, получается, да, на этой треске я пришел. 280 монет за полчаса. Ну, такое себе. Из интересного был палак, можно сказать, недотропный такой. Ведь чуть больше 500 грамм не хватило. Ну, попадаются палаки, да. Раз-два-четыре палака было. Нет-нет, там пикша какая-то. И пару бельдюк залетало. Две зачетных, две незачетных. Финально еще проверю, наверное, я безымянную. Потому что, ну, на 41-ю, я думаю, не очень-то и стоит идти на поролонке. Проверю еще безымянную. Хотя на нее тоже это особо, там, мне кажется, ничего не будет интересного. Но все же проверим. И она будет финальной, наверное, банкой. Подплываю на безымянную, там, чел радостный. Вот, будьте тоже активными на канале и... Тоже будете нефтики от меня получать. Подался на море, филе нет. Вот я мой 40 филе подогнал. Сейчас порежу, посмотрю, если еще что будет лишнее, скажем, то еще дам. Ну, вот, ну, тут и по людям-то 10 человек всего лишь, ну, все-таки, ладно, попробую, посмотрю. Может быть, тут никто не знает, а тут вон, бешеный клев, не в счастье, и пикша, палак, пикша, минюк, кирчаки хорошие. Надеюсь, что просто никто не знает, как клюет. Когда-то на 190, я помню, на 45-й глубине, на красный бонд 125-й, 5-й, если я не ошибаюсь, очень прям хорошо клевал кальмар по ночам. Кальмары были и Централов. У меня где-то есть даже этот Централов в статистике. Это я вот там вытаскивал. Где-то он в конце. Вот он, да, на тренажку был, да, на бонд 125-й, 6-й. Такая приятная рыбка. Чем-то похожа на толстолобика какого-то доисторического. Цвет плавнички, как у бельдюги. Приятно. Очень же приятно. Заговорил я про кальмара, и попался кальмарчик на четвертую. Четвертая это черная у нас, я не ошибаюсь. Да, давайте попробуем. Ну и кинуть вторую четвертую, все-таки ночь. Попробую, давайте вот такую. И две бусинки добавить. Интересно. Я как раз что-то отвлекся. Короче, у меня была леска до 75, там какой-то меня подтащила под край. Вот и туда на 75 спустила. И он, то есть на 25 метров он вообще поднялся без какого-либо сопротивления. Я тащил, даже не видел шкалы, просто то, что рыба есть. Он взял и на 25 метров стартанул просто вверх. Ну вот, ну пока не буду переплывать. Может он вот на этой темочке и клюет тут. Не знаю. Попробую постоять. С большим отходом на ужин я все-таки вернулся на безымянку. Вернулся я сюда 33 минуты назад. Ну, как-то так себе. Зубатка и пенагор из интересного. И это все. Причем зубатка вроде бы самая большая. Это полосатая. У нас, да, на 3600 со мной была большая. Потому что 500 было меньше. И, ну, это все как бы. Имеет ли место поролон? Давайте вытащим последнюю рыбу. Вообще посмотрим, что я там напармил. Он имеет место на 34 ночью. На, чуть такое, куда-либо делось. На закрытие бельюги. Возможно, да. Имеет место. Можно вытащить. Потому что более-менее бельюга клевала. На 30-й. Возможно, можно вытащить трофейного палака. Все-таки был такой недотрофный. 500 грамм не хватило. И, ну, так. Туда-сюда заходило там 4 палака за полчаса. Конечно, хотелось бы больше. Потому что палак, естественно, там вообще по стоимости обувает сайду. Вот сейчас опять какая-то сайда. Ну, давайте вызовем подлодку и посмотрим вообще, что у меня получилось. Время, конечно, нормальной засечи не получится, но все же. Строчка. Ну, давайте по массе будем делать. Почти строчка бельдюк. Нет, нет. Какие-то зубатки. Три штучки полосатых. Одна пятнистая. Один кальмар. Безымянный. Случайно залетный. Камбалы попадались. Вроде бы все были на 34-й. Да. Ну, Керчаков, возможно, если раз, два, три, четыре, пять. Даже на заказ в кафе не хватает. Если будет там 6 от 600. Нет, нет. Какие-то именьки. Вроде бы все зачетные. Один Мерлан только зачетный. Ну, строчка Пикши. Пинагор один. Палаков всего лишь четыре. И все были, кстати, на 30-й. Сайты, как всегда, очень много. Ну, вот отсюда большая часть, наверное, пойдет на мясо. Одна, две сайты случайно залетных. Четыре трески, которые, ну, более-менее. Вот это будет стоить 20 монет. Это, может, монет там 22. Ну, тут буквально монет 40, может быть, на треске. И одна незачетная тюрбоха. Подлодка от наса уплыла уже, пока мы смотрели. Стоимость давайте к ней сдадим. Посмотрим по рыбам. Более-менее, что, сколько стоит. Господи, я уже тут бредился. Подлодка, аж накренила. Бельдюк. Бельдюк на 132 монеты. Зубаток. Это тут одна, бедолага. Есть монет Кальмар 12. Там баллы и керчаки. Но керчак он много никогда и не стоил. 7. Пикша тут. Ну, тут вообще все довольно-таки плохо. И поролон, ну, возможно, на 30-й можно. С надеждой то, что будет клевать Пикша. Сейчас мы ее посмотрим отдельно, на что она вся клевала. И высчитать более-менее выгодную. Ищу монет. Давайте, господи, подлодка опять уплыла. Пикша. Давайте посмотрим. Несколько я пишу, господи, полак. Четвертый поролон. Третий. Четвертый. И вот эта вот силиконовая рыбка. Ее тут у меня нету. Я уже снял и поменял на черный поролон после того, как у меня клюнул кальмар. И вот эта вот рыбка. Вот. Ну, четвертый поролон. Лучше всего себе черный поролон, можно сказать, показал на 30-й банке. Поэтому, ну, почему бы и нет, среди вот всего поролона, можно либо пытаться, если вам необходимо, закрыть бедлюгу на 34-й постоять. Либо же полак на 30-й. Безымянная банка под это просто, ну, отпадает. Сюда не надо лезть с поролоном. На 41-й, возможно, можно что-то поймать, что-то нафармить. Но все-таки туда уже лучше идти с кем-нибудь люфтером. 100-м 0,7-м под мясо. С филехой. Ну, даже ладно, без филехи наловить этой сайды и порезать ее. А для именно поролонок, либо 30-я. Либо 34-я. Вот такой вот эксперимент провели. Под деньгами, конечно, просел. Половину билета прокатал никуда. Ради тысячи монет. Приходите, пользуйтесь знаниями, которые получились с этого видео. Всем не хвастанье чешуи и побольше синих трофеев вам в садок. У меня их всего два. Подлодка от меня свалила. Вот у меня их всего два. На море у меня трофеи где один, господи. На море у меня он всего один. Так что приходите, пользуйтесь. Всем не хвоста, не чешуи. Субтитры сделал DimaTorzok